В Челябинской области И сегодня у нас в гостях главный врач областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Маргарита Радзиховская. Маргарита Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем со статистики, как обстоят дела с ВИЧ-инфекцией на Южном Урале. На Южном Урале мы говорим о том, что заболеваемость у нас имеет четкий тренд снижения. То есть если мы в том году за 9 месяцев выявили более 2000 новых случаев, то в этом году 1800. То есть идет снижение показателей заболеваемости практически на 9%. И за 5 лет мы снизили заболеваемость фактически в 2 раза. То есть сколько у нас сохраненных судеб людей, которые не обременены ВИЧ-инфекцией. И пациенты наши долго живут, качественно живут. И ВИЧ-инфекция им напоминает только тем, что они принимают лекарственные препараты. Благодаря чему удалось добиться таких показателей? Ну я думаю и уверена в этом, что это наша совместная с вами работа. Это широкая информационно-коммуникативная кампания, прежде всего направленная на сохранение наших традиционных ценностей, поведения, здорового образа жизни, безопасного сексуального поведения, верности своему партнеру, доверия. Это применение, тестирование очень широко в Челябинской области. Наша область тоже является фактически лидером в Российской Федерации по охвату, тестированием, что помогает нам своевременно выявлять вот эти вот точечные случаи, новые инфицирования ВИЧ-инфекции. И следующий момент – это, безусловно, изменение в целом общества отношения к этому заболеванию. То есть это уже даже об этом не стоит говорить, что СПИД – это чума XX века. Это у нас хроническое управляемое инфекционное заболевание, и мы своих пациентов привлекаем к нам качественной и доступной медицинской помощью, бесплатными препаратами, которые гарантированы со стороны государства. И пациент, который принимает эти лекарства, он становится безопасным в эпидемиологическом плане для своих близких, для своего окружения. Где сегодня на территории Челябинской области можно пройти тестирование? Действительно ли оно бесплатное и абсолютно анонимное? Да, безусловно, согласно нашему федеральному законодательству, пациент, обратившись в любую медицинскую организацию, к врачу-терапевту с таким желанием, с таким запросом имеет право пройти тест на ВИЧ совершенно бесплатно, в том числе и анонимно, конфиденциально. То есть в рамках оказания медицинской помощи системы государственной здравоохранения. В то же время, благодаря нашим партнерам, некоммерческим организациям и нашему центру СПИДа, мы организовываем такие выездные бригады, мобильные пункты, графики работы, их размещены всегда на нашем сайте. Мы работаем не только в городе Челябинске, у нас вот сегодня у нас акция в МИАСе с тестированием. И также мы планируем уже это совершенно определенно, что в 2023 году будут открыты стационарные уже пункты по экспресс-тестированию. Это благодаря правительству Челябинской области, практически в каждом муниципальном районе, чтобы повысить доступность тестирования на ВИЧ любому гражданину, который может спокойно туда зайти. И это будет не в рамках медицинской организации. Мы сейчас подбираем помещения, работаем активно над кадровой составляющей этих пунктов по тестированию. Это такой цивилизованный очень подход по организации тестирования на ВИЧ-инфекцию. То есть все блоки у нас будут закрыты. И в государственных учреждениях здравоохранения, и мобильные пункты акций. И плюсом еще вот такие вот пункты по экспресс-тестированию на базе в каждом муниципальном образовании будет определен, исходя из их особенностей, территориальный этот пункт. Правда ли, что будут предлагать в поликлиниках при первичном приеме в новом году сделать тестирование на ВИЧ? Да, это наш подход. Не будем мы вуалировать то, что Челябинская область, учитывая наши ретроспективные анализы эпидситуации, находится на шестом месте по пораженности среди регионов Российской Федерации. То есть у нас высоко пораженный регион. И это связано еще с тем, что наши пациенты, они не погибают, они живут долго, продолжительно. И вот количество людей, которые у нас находятся на диспансерном наблюдении, это уже 30 тысяч человек, пациентов. И учитывая вот такое большое количество ВИЧ-инфицированных пациентов, подходы, что любой обратившийся в поликлинику впервые в году должны предлагать пройти тест на ВИЧ. И не стоит от этого отказываться. Мы всех призываем, проходите тест на ВИЧ. Это безопасно, это сохранит ваше здоровье. Что нужно сегодня знать людям, самые важные правила, чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией? Ну, правила, они не меняются из года в год. Еще раз мы акцентируемся на том, что это наши традиционные русские правила поведения, скромности, доверие своему партнеру, любовь, верность и безопасное сексуальное поведение. То есть это наши традиционные ценности, которые позволят никогда в жизни не столкнуться с таким заболеванием, как ВИЧ-инфекция. Если же, конечно, вы практикуете какие-то рисковые практики, то, безусловно, необходимо применять барьерные контрацептивы. То есть сегодня основной способ передачи ВИЧ-инфекции, он связан именно с половым путем? Да, у нас передача ВИЧ-инфекции в области, это фактически 80% при половых незащищенных контактах. Обязан ли человек, у которого обнаружился положительный ВИЧ-статус, уведомлять о своем заболевании работодателя, коллег, близких? Или эта информация должна быть полностью конфиденциальной? Ну, в соответствии с законодательством существует тайна медицинского диагноза. Это является личной характеристикой самого человека. Безусловно, уведомлять работодателя, знакомых о том, что у вас такой диагноз, это решает сам пациент, он оценивает, что может за этим произойти. Но вот, конечно, своих близких, свою семью, своих сексуальных партнёров, на наш взгляд, он обязан уведомить, и не только уведомить, а привлечь к обследованию, чтобы тоже выявить, если такое есть заболевание, чтобы человек их близкий тоже получал лечение. Могут ли какие-то симптомы указать человеку на то, что у него, возможно, есть ВИЧ-инфекция? ВИЧ-инфекция – это такое очень особенное заболевание, которое может протекать до 10 лет без симптома. То есть инфицирование есть, вирус находится в крови, но заболевание не приводит к каким-то клиническим проявлениям. И, к сожалению, мы на сегодняшний день сталкиваемся с тем, что наши пациенты знают, что у них ВИЧ-инфекция, но учитывая их, на самом деле, очень благополучный даже социальный статус, они не обращаются к нам, они стараются замкнуться, уйти в себя, считают… это называется непринятие диагноза. И мы видим таких пациентов уже, когда достаточно поздно, вот уже именно начали клинические проявления, тяжелые, неврологические, поражения легких. То есть это вирус поражает все органы и ткани, развивается интенсивный инфекционный процесс, и, к сожалению, в ряде случаев мы уже не успеваем ничего сделать. Поэтому еще один такой фактор. Если у вас, на самом деле, случилась такая в жизни ситуация, что выявлена ВИЧ-инфекция, не нужно закрываться, нужно идти именно к специалистам и получать лечение, что поможет вам сохранить вашу жизнь и прожить качественную жизнь. Есть ли у нас в Челябинской области психологическая служба, которая поможет людям с выявленным диагнозом пережить вот это состояние принятия? Да, у нас вот в нашем специализированном учреждении по ВИЧ-инфекции работают клинические психологи, которые, да, помогают справляться именно с принятием диагноза, работают с этим. Но, конечно, это все зависит от настроя самого человека. Мы, конечно, очень помогаем им, но сам пациент тоже должен с этим работать. Вы говорите о том, что ВИЧ-инфекция очень долго может никак не проявлять себя. Вот в связи с этим, как часто нужно обследоваться на ВИЧ? Человек должен для себя сам определить о необходимости обследования на ВИЧ-инфекцию. Если в рутинной практике, вот при обращении первый раз в течение года в медицинскую организацию, безусловно, не стоит отказываться от этого, да, потому что мы часто в своей повседневной жизни не можем не анализировать свое поведение и не определять, не акцентироваться на этих рисках, да. То есть это один фактор. Не надо отказываться от предложенного обследования. А второй фактор, если на самом деле такая рисковая ситуация произошла, то, безусловно, нужно обследоваться. Еще что нужно знать, что после такого незащищенного контакта существует 72 часа, когда можно обратиться в центр СПИДа и получить консультирование. И мы посоветуем препараты, прием которых в течение месяца предотвратить вас от заражения ВИЧ-инфекцией. Что касается тех пациентов, у которых выявлен положительный ВИЧ-статус, которые получают терапию, как меняется качество их жизни? И на что может рассчитывать человек, который действительно применяет лекарства и следует советам врача? Этот пациент может рассчитывать на то, что он будет социально активен, он будет работать, в его состоянии здоровья не будет фактически никаких изменений, и он может заниматься спортом, иметь семью, могут обязательно, даже не могут, а обязательно должны быть здоровые дети. Вот на это он все может совершенно спокойно рассчитывать. И он становится безопасным, так скажем, для общества, да? Однозначно. Даже проводились исследования, что продолжительность жизни не у нас, а за рубежом, среди когорты пациентов с ВИЧ-инфекцией, которые очень привержены к лечению, они начинают менять свой образ жизни, они начинают питаться правильно, они начинают заниматься спортом, соблюдать баланс водный, и продолжительность жизни у них даже больше увеличивается, чем у среднестатистического жителя без ВИЧ-инфекции. Все ли пациенты на территории Челябинской области получают лекарственную терапию? Мы обеспечены лекарственными препаратами благодаря и федеральным поставкам, и средствам, которые выделяет нам областное правительство и министерство Челябинской области, фактически на 100% любыми препаратами, любыми схемами, каждый пациент, который к нам обращается, он будет обеспечен лекарственными препаратами на протяжении всей своей жизни. Перебоев у нас в лекарственных препаратах нет. Что должен сделать человек, который обнаружил, что у него выявлен ВИЧ? Он просто должен прийти к нам в центр СПИДа на Шуминскую, 16, и записаться на прием к врачу через регистратуру. У нас нет очередей, пациенты приходят и идет к врачу. У нас отдельный врач, который принимает всех пациентов, впервые выявленных, и он именно с ними прорабатывает. Вот этот самый первый контакт с врачом, когда он встретился, это наиболее важный, что он потом, конечно, на протяжении всей своей жизни будет посещать наш центр, но вот этот первый контакт, как выстроится взаимоотношение именно медицинской организации, врача, лечащего, пациента, какие будут доверительные отношения сформированы, зависит уже и даже вся будущая жизни пациента. Поэтому мы стараемся вот этих пациентов. Остальные у нас уже как группа, которая постоянно ходит, они уже все знают, как куда им пойти поступить. Вот эти пациенты, они более окружены вниманием, они проходят и психолога помощи, клинического фармаколога, при назначении лечения всех наших узких специалистов. Поэтому, безусловно, нужно просто к нам прийти. И вся информация конфиденциальна. Она однозначна. То есть здесь не надо тревожиться о том, что кто-то увидит, узнает, там, не дай бог. Нет, мы никогда никому нашу информацию не раскрываем, никакой работодатель не узнает о том, что такой пациент имеет такой диагноз. Здесь можно быть 100% спокойным. Ну, если посмотреть на проблему ВИЧ-инфекции более глобальной, вот как вам кажется, что сегодня нужно сделать, чтобы остановить инфекцию? Первое, нужно выявить все случаи. Второе, всех пациентов должны получать антиретровирусную терапию. Поэтому блокируется передача, вот этот вот путь передачи заболеваний. Конечно, мы уже видим, что он достаточно эффективен, и все идет у нас в динамике на управляемость ситуации. Безусловно, это работа с населением, которые должны вести безопасный образ жизни и пропагандировать наши традиционные ценности. Ну, надеюсь, когда мы в следующий раз с вами встретимся, статистика будет еще лучше. Мы в этом уверены. Большое, спасибо. Я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях был главный врач областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Маргарита Радзиховская. А мне на этом все. Я желаю вам отличного настроения и только хороших новостей. Продолжение следует...